С вами Megabzor.com. В центре внимания сегодня у нас жидкостное охлаждение от компании ID Cooling. Это новая обновленная серия FX360 Inf. Одним из ключевых изменений стало обновление водоблока с добавлением на него вращающегося блока с дисплеем. При этом здесь используется качественная помпа 7-го поколения. Частота вращения 2900 оборотов в минуту. Заявленный уровень TDP 350 Вт. Комплект учат металлическую усиливающую пластину, тюбик термопастой, опорные пластины для Intel и AMD сокетов, набор винтов, кабель-разветвитель для подключения подсветки, фиксаторы для трубок и руководство пульсля. Классическая неразборная схема с радиатором, помпой и водоблоком. В одном корпусе соединены между собой трубками. Контур залит в заводских условиях и опрессован. Доливка жидкости не предусмотрена. Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина 27 мм. Пространство между каналом запоровано голфлой лентой. С двух сторон размещены отверстия для монтажа и установки трех 127 мм вентиляторов. Трубки длиной 4,65 мм. И это позволит монтировать систему в корпусах различного типа размера. Идут защиты нейлоновой оплеткой, места выхода опрессованы, фитинги со стороны водоблока Г-образные с возможностью поворота. В комплекте есть три пластиковых фиксатора, с помощью них можно будет жестко зафиксировать трубки между собой, упростив аккуратно укладку внутри корпуса и предотвратив перегибы. Изменения коснулись водоблока, выполненном на цилиндрическом корпусе. На крышке поворотный блок с подсвечивающим рисунком. Есть зеркальный эффект, придающий ему бесконечный объем. Поворот позволит выбрать нужную его ориентацию в зависимости от особенностей монтажа на материнскую плату. Основание медное, со сторонами 54 на 54 мм. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Прижим теплораспределительной крышки процессора равномерный. В комплекте с ID Cooling FX360 Inf идут три вентилятора, типа размера 120 мм. Тут изначально продуман вопрос удобства укладки, без лишних участков проводки. Все три вентилятора можно подключить последовательно друг к другу. И только один из них уже к материнской плате. Гидродинамический подшипник и регулируемая частота вращения. Минимальный 300, максимальный 2000. На углы квадратной рамки не сны антивибрационная накладка. У вентилятора в крышке водоблока ARGB подсветка. Подсветка всех элементов работает синхронно и поддерживает управление через программное обеспечение, предоставляемое производителем материнских плат или контроллеров. Система может быть установлена на различные сокеты Intel AMD, включая новый 1851. Весь необходимый крепеж и тюбик с термопастой идут в комплекте. Мы монтаж ввели на сокеты M5. И на этой плате в качестве усилища пластины используется предустановленная. В нее вкручиваются опорные винты. А уже на них стойки с помощью накатанных винтов. Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно с двух сторон. Останется закрепить на радиаторе вентиляторы и подключить их и установить в сборе на оттенку корпуса. Тестирование ID Cooling FX360 Inf ввелось с процессором AMD Ryzen 77700. Замер уровня шума при типовой работе за компьютером ввелся на расстоянии 30 см. А также замер в условиях открытого стенда. Максимальной нагрузки системы. ID Cooling FX360 Inf эффективная система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним исполнением. Поддержившие все актуальные сокеты, включая новый Intel Edge A1851. Высокое качество исполнения. ARGB подсветка. Большая длина соединительных трубок. Оптимизированное соединение между вентиляторами. Термопаста в комплекте. Низкий уровень шума. С удовольствием обсудим с вами ID Cooling FX360 Inf. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.